В эфире телеканала «Юрган» крик криминал-комментарии в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня в программе «Неизбежное наказание. Коррупционная отсрочка. Ценое в заключение». Новоротили дел. Судебные последствия ночного ремонта. С баллончиком у перекрестка. Яркая акция дорожной безопасности. Суровый приговор выслушал в Сытовкарском суде бывший налоговый инспектор Юрий Турков. Его обвиняли в получении взятки в крупном размере от предпринимателя, который благодаря этому избежал штрафа за нелегальные платежные терминалы, вовремя не поставленные на фискальный учет. Какой суммы хватило, чтобы прикрыть глаза налоговику, расскажет Таисия Жакова. Меня дергали. И что там озвучивают? Вот было за насилие по 50 тысяч. Что за повод? Меня спрашивают, что вы можете по этому поводу пояснить. Ну, значит, нет повода волноваться. Не могу. Меня трясет, меня колотит. Мне надоело вот эти вот уже. То по одному тягает, то по другому. Летом прошлого года с Юрием Турковым встретилась представительница бизнесмена, которая в 2015 по поручению шефа собирала деньги на взятку. Директор попал под следствие в деле о многомиллионных хищениях денег у сытовкарцев, которые через сеть электронных терминалов оплачивали коммунальные услуги. На допросах, чтобы облегчить свое положение, бизнесмен изобличил налогового инспектора. В том, что тот закрыл глаза на грубое нарушение кассовой дисциплины. Полсотни платежных устройств с февраля по июне ставились на фискальный учет в ИФНС. За это грозил крупный административный штраф. Предприниматель пояснял, ему сложно было в быстром темпе огромное количество терминалов поставить на учет. В связи с этим он решил попросить совета у данного налогового инспектора, как ему проступить так, чтобы и не привлекали к административной ответственности, и более длительным путем поставить его на учет в последующем. Выявлять такие нарушения входило в обязанности отдела оперативного контроля ИФНС, где в должности замначальника работал Юрий Турков. Сумма в 160 тысяч рублей, переданная в 4 приема с февраля по июнь, устроила обе стороны. Денежные средства передавались наличным способом, при личной встрече. Мер конспирации каких-то не было. Единственное, в настоящее время, чтобы доказать факт, что это имело место быть, был проведен комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий, что позволило зафиксировать и, собственно, доказать, что имело место быть передача этих взяток, в результате чего были прекращены проверки в отношении индивидуального предпринимателя. Та самая оперативная видеозапись разговора с налоговым инспектором и послужила основным доказательством по делу. Получение взятки Юрий Турков полностью признал и рассчитывал остаться на свободе. Несмотря на это, Сыктывкарский суд отправил его на 7 лет в колонию строгого режима и назначил штраф в 20-кратный размер от суммы взятки – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, чиновника на два года лишили права занимать руководящие должности. Приговор еще не вступил в законную силу. Сыктывкарские полицейские устанавливают местонахождение пропавшего без вести Тананина Владимира Андреевича, 1984 года рождения. В декабре 2013 года молодой человек приехал в столицу Коми, предположительно, в реабилитационный центр. 31 января 2014 года уроженец Инты перестал выходить с родственниками на связь, после чего его близкие обратились в полицию. Приметы мужчины – на вид 30 лет, рост 175 см, среднего телосложения, русые волосы. Особая примета – на пальцах кистей и рук сделаны татуировки в виде перстней. Мужчина может проживать в одном из реабилитационных центров России. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Владимира Тананина, стражей порядка просят позвонить по телефону, указанному на экране. При страсти к спиртному и неприязни к полиции привели нацками подсудимых жителя поселка Жешерт. Его с приятелем в начале мая на улице задержали сотрудники ППС. Оба друга находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Вежливого разговора не получилось. Подробности у Константина Куратова. В ночь на 6 мая во время патрулирования улиц поселка стражи порядка заметили возле стоящей на обочине «Лады» 15-й модели двух подозрительных парней. Те осматривали автомобиль, пользуясь карманным фонариком. А при приближении полицейских попытались спрятаться за деревьями. Когда один из сотрудников догнал подозреваемых, то получил неожиданный отпор. Один из данных лиц, а именно местный житель ранее судимый, он применил насилие в отношении одного из сотрудников полиции, а именно толкнул его руками в область грудной клетки. А также при этом сорвал нагрудный знак, то есть сформенные куртки. Пьяного дебошира с приятелем доставили в Жешетское отделение полиции. Но и там парень не успокоился. Он, как заправский акробат, проявил чудеса изворотливости и ударил обеими руками сотрудника в лицо. По характеру квалифицируемых деяний, Следственный комитет определил, что в его действиях содержатся признаки преступления статьи 18, тут 318. Но в результате чего в течение дежурных суток данный материал был собран, лицо изобличено, в принципе, возбуждено уголовное дело. То есть собрана вся необходимая база для направления данного дела в суд. Утром, протрезвев, парень виновным себя не признал. Оправдывал свое поведение состоянием сильного алкогольного опьянения. Пояснил, что в тот вечер вышел с приятелем починить неисправный автомобиль. Теперь за нападение на сотрудника при исполнении ему грозит до пяти лет колонии. Пригласила в гости приятелей и горько об этом пожалела. В ночь на 10 мая в Эженском районе столицы жестоко изнасиловали 23-летнюю девушку прямо в ее квартире. В нападении предшествовали пьяные посиделки с подругой и двумя мужчинами. С одним из них, 30-летним сыктывкарцем, хозяйка была близко знакома уже два года. Изредка вступала в половую связь. Молодой человек был всегда отрезв и вел себя учтиво. В этот раз, по словам юной особы, все было совсем по-другому. Когда подруга ушла, а ее парень уснул за столом, пьяный кавалер предложил хозяйке интим. Вел себя грубо и получил отказ. В последующем, получается, наш подозреваемый стал ее душить. Уложил ее на диван, соответственно. Начал ее раздевать и, соответственно, с применением физической силы, а также угроз. После совершения полового сношения подозреваемый уснул. Она находилась у нас в шоковом состоянии, с ее слов. Она говорит, я, соответственно, не знала, что мне делать. Когда нападавший проснулся, девушка обвинила его в изнасиловании. Мужчина так избил жертву, что она была вся в синяках и просто не могла говорить. Когда насильник вышел из квартиры, потерпевшая отправила подруге СМС-сообщение и попросила вызвать скорую помощь. Медики доставили ее в больницу. Полицейские обнаружили подозреваемого возле подъезда. Он спал в машине. Ранее судимый фигурант настаивал, что все произошло по доброй воле потерпевшей. Рецидивиста арестовали. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Первая годовщина свадьбы в Сытовкарской семье была омрачена убийством. Вечером 20 декабря прошлого года в службу спасения 112 позвонил житель дома по улице Старовского. Оператор 4, чем могу вам помочь? Здравствуйте, я жену зарезал. Что? Жену зарезал. Сейчас, в данный момент? Да. Да. Прибывшая оперативно-следственная группа обнаружила на полу полностью обнаженную 51-летнюю хозяйку квартиры с нажимом ранениям шеи и груди. Пьяный супруг рассказал, жена, которая была намного старше его, внезапно закатила скандал, которых было немало за год семейной жизни. В ходе злопотребления спиртным потерпевшая начинала скандалить, вспоминать все обиды. В связи с чем начинал выгонять своего супруга из квартиры, происходило такое не единожды, как показывают, как установлено в ходе дела. Поскольку мужчина прожил в этой квартиры на птичьих правах, демарш хозяйки воспринял близко к сердцу, схватился за керамический нож и несколько раз ударил им. Ранения были несовместимы с жизнью. Что-то еще дополнительно хотите пояснить? Сожалею очень, не буду. Раскаиваюсь. Несмотря на раскаяние и полное признание вины ранее судимому мужчину, ждет длительное заключение в колонии строгого режима. Сейчас уголовное дело рассматривается в Сыктывкарском суде. Продолжение следует. Участники акции – воспитанники детского технопарка «Кванториум». Школьники с помощью преподавателя разработали макеты трафаретов с предупреждающими надписями. Затем при помощи баллончика с краской нанесли их на асфальт вблизи пешеходных переходов в центре города. Этот трафарет изготовлен из фанеры хай-тек-цех на лазерном станке. Самые минимальные правила дорожного движения – это когда ты переходишь улицу смотреть по сторонам. Второе – когда ты едешь на велосипеде, при переходе надо спешиться и проходить так пешеходный переход. И третье – когда родители идут с маленькими детьми, надо обязательно взять за руку, чтобы ничего не стряслось. В акции «Безопасный город» приняли участие еще четыре столичные школы. Аналогичные информационные надписи на тротуарах появились в разных частях столицы, включая Эжвинский район. Активисты еще раз напомнили сыктывкарцам, как безопасно преодолевать пешеходный переход. В это время сотрудники дорожно-патрульной службы выставили дополнительные посты возле учебных заведений. Впереди летние каникулы, аварийная пора. На территории города Сыктывкара наблюдается рост наездов на пешеходов, а в летний период мы наблюдаем увеличение количества дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. По причине в основном это то, что велосипедисты переезжали проезжую часть по пешеходному переходу верхом на велосипеде. Поэтому мы и проводим такие мероприятия для того, чтобы обезопасить и дополнительно напомнить велосипедистам, пешеходам о том, чтобы они были более внимательны, осторожны, пересекая проезжую часть. Пример не заставил себя долго ждать. Эта женщина, несмотря на расположенный буквально в 10 метрах переход, предпочла сократить себе путь с риском для собственной жизни. Мы перешли дорогу вне пешеходного перехода в зоне его видимости. Значит, так делать у нас запрещено. Согласно пункту правил 4.3, правил дорожного движения РФ, нужно переходить дорогу именно по пешеходному переходу. У нас только за этот год уже произошло два ДТП со смертельным случаем, когда пешеходы выходили на дорогу вне пешеходного перехода. Поэтому надо серьезнее отнестись к этому. Это ваша жизнь, это ваше здоровье. Поэтому только по пешеходному переходу. Этот юный велосипедист яркие надписи на асфальте, видимо, прочесть не успел. Прямо на глазах изумленного автоинспектора подросток проехал пешеходный переход на железном коне. Хотя обязан был спешиться. Пешком, да, совершенно верно, на переходе. Спешиваемся с велосипеда и пешком переходим через дорогу. Просто терпимся. Торопился? Нет. Нельзя никогда торопиться. Видишь, машины как быстро ездят. Не успеют остановиться, могут сбить. Прямо на велосипеде. Поэтому всегда остановился, посмотрел по сторонам. И как пешеход пересек проезжую часть. Данные юного нарушителя инспекторы передадут в отдел по делам несовершеннолетних. В ближайшее время его школу посетит специальная комиссия, которая проверит, проводили ли педагоги обязательные занятия с детьми по правилам дорожного движения. Родителям юного лихача придется заплатить административный штраф. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа можно найти на сайте yurgan.rf. Итоговый обзор криминальных событий региона смотрите в пятницу. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин